Семинар по лидерству Ричард профессор по организационному поведению Среди его курсов хотел бы отметить такие, как навыки лидерства, управление людьми и организациями, развитие эффективных менеджеров и организаций, управление изменениями, которые он проводит в рамках программ Executive MBA и MBA Ричард директор консалтинговой фирмы Stokes & Jolie Consulting, консультант по лидерству в крупных международных компаниях, таких как Air Liquide, Barclays, Carlsberg, Danone, Deutsche Bank, Ersten Young, IBM, Lufthansa, Nestle, Procter & Gamble, PricewaterhouseCoopers, Sberbank и других ведущих компаний мира Семинар сегодня утром стартовал в правительстве Ричард приехал по приглашению нашего руководства правительства Ричард провел в правительстве сегодня семинар, полуторачасовую лекцию по теме лидерства Для руководства нашей республики во главе был наш президент Рустам Дургалевич Мениханов Было много интересных вопросов, поэтому мы немножечко задержались Позвольте мне вкратце затронуть организационные вопросы нашего сегодняшнего мероприятия Мероприятие будет проходить два дня на площадке Высшей школы государственного муниципального управления Здесь график и аудитория всех этапов наших есть в раздатках, которые вам представили на входе при регистрации Списки формировались до самого последнего момента, поэтому бейджики, которые у вас там, они пустые Прошу вас для удобства общения с вашими коллегами, чтобы как к вам правильно обращались Написать свои имена фломастерами, которые у вас есть, написать на бейджиках свои имена Прошу вас быть все-таки активными, активно принимать участие в дискуссиях Так как у нас будут разные форматы сегодня и завтра, это и лекция уважаемого профессора, и интерактив, и дискуссия В силу того, что обеспечивается синхронный перевод, прошу вас в процессе общения с профессором говорить не слишком быстро и чутко, внятно, чтобы было на большей эффективности от нашего общения Если вы не против, уважаемые участники сегодняшнего семинара, я бы хотела, чтобы по окончании полуторачасовой лекции уважаемого профессора Мы бы с вами собрались в зале попечительского совета в соседнем помещении и сделали бы групповую фотографию, если вы не против А теперь позвольте пожелать вам успешной работы, успешной, плодотворной работы и передать слово уважаемому профессору Ричарду Джоли Профессор, I would like to give you the floor Для меня большая честь быть здесь впервые, я впервые в Татарстане, но не первый раз в России Я работаю со многими компаниями в России, в течение многих лет, Сбербанк Я встречался с вашим премьер-министром, с министром экономики по программе Сбербанк, именно поэтому они меня пригласили сюда в Татарстан Я надеюсь, что им это понравилось, поэтому они меня пригласили Итак, я очень много работал с ВТБ также Есть ли здесь представители банка ВТБ? Если есть, пожалуйста, поднимите руку Юрий Соловьев, председатель ВТБ Я в 2012 году вел его программу в МБА в Лондоне и очень рад был этому общению Для меня всегда большая честь приезжать в Россию И в частности в Казань Поскольку это часть России, в которой я никогда прежде не работал Моя цель в ближайшие полтора дня Сделать все возможное, чтобы это был полезный опыт Есть определенная сложность Я являюсь профессором в Бондонской школе бизнеса в течение 17 лет Главным образом работаю по лидерству, по организационным цепочкам Как вы организуете работу той или иной организации И я бы с удовольствием вам неделю рассказывал все Поскольку это тема, тема лидерства, тема изменений Это то, что меня поистине вдохновляет Но я не для того, чтобы говорить только вам Я надеюсь, что мы сможем сделать что-то в виде диалога Это будет полезный диалог Несколько вещей, о которых я хотел бы упомянуть Первое Если у вас есть вопросы в любой момент, пожалуйста, поднимите руку Я вас увижу И прерывайте меня, если у вас есть какие-то комментарии, вопросы Мне с этим никаких проблем нет Если, может быть, я что-то нечетко сказал Или у вас есть важный вопрос Если вы хотите бросить мне какой-то вызов Пожалуйста, бросайте его Я не буду оскорблен ни в коем разе Особенно, если вы со мной не согласны Я люблю слушать различные точки зрения Пожалуйста, задавайте вопросы По мере того, как мы ведем работу Это очень... Надеюсь, что будет очень неформальная сессия И очень интерактивная по своему характеру Второй момент У нас будут определенные перерывы И у нас будут обсуждения за круглым столом И я буду просить вас делиться с остальными Что вы обсуждаете в рамках своего стола Таким образом постараюсь сделать тоже интерактивно Какие-то деятельности, какие-то задания будут проходить в других залах И будут занимать больше времени И будет более насыщенный, подробный, глубокое обсуждение Хочу, чтобы все было очень интерактивным Что я хочу подчеркнуть Я чувствую, что происходит здесь О том, что наиболее эффективно, что наиболее ценно для нас Артем кратко рассказал мне, когда мы обсуждали Когда он был в Лондоне в прошлом году Он мне кратко рассказал о том, что будет важным, что будет актуальным И я, если вы не против, я не знаю, видели вы или нет Он сказал, что цель обеспечить Что руководители из нашего научно-образовательной среды Члены правительства и руководители компаний Могут выплатить инновации более эффективно, работая вместе У нас представители самых разных сфер и отраслей И моя задача — постараться обеспечить тот факт Чтобы этот опыт был ценен для всех, без исключения И в частности, один из вопросов, который Артем попросил меня Как стать лидером, получить эффективные результаты в любой сфере Как получить сферы в современном условиях международной обстановки Я знаю очень мало о Татарстане Да, конечно, кто знает о регионе Что я могу сделать? Я поделиться с вами самым лучшим опытом со всего мира Вот это я могу сделать Как решать проблемы партнерства И как создавать ориентиры И использовать лучший опыт из других стран И их использовать в цели полагания и цели ориентирования То, что сказал Артем Для нас задача — помочь сформировать наше обсуждение Помимо того, как мы будем прорабатывать теорийные вопросы Я буду задать вопросы Помогать мне, постараться уделить внимание тем отраслям Которые будут наиболее для нас полезны И если вы завтра скажите, что что-то было бесполезным Я наделю вам этой ответственностью Чтобы этого не произошло Чтобы вы осознавали, насколько это ценно И чтобы это было полезным и эффективным максимально Именно поэтому у нас двухстороннее общение Это часть нашей вводной части Что мы сделаем до обеда? Я поделюсь с вами тем форматом Которым я поделился сегодня утром С Кабинетом Министров Я знаю, что кто-то из вас уже присутствовал на этой встрече Пожалуйста, поднимите руки, если вы были на этой встрече утром Да, я вижу знакомые лица Прошу прощения, поскольку именно эту часть вы услышите еще раз Поэтому простите меня Я надеюсь, что это... Поскольку то, что я хочу уносить сегодня утром Говорить о том, что значит быть лидером Да, чтобы понимать, работают все технологии Кто здесь сегодня разобрался в этой комнате? У меня есть, конечно, список всех ваших имен Но было бы здорово получить представление Пожалуйста, поднимите руки Если вы часть научного сообщества Если вы часть бизнес-сообщества Представители бизнеса Если вы представители правительства И если кто-то, кто не относится ни к одной из этих групп Один человек Итак, большое спасибо Что я буду делать сейчас? В ближайшие полтора часа Я обрисую вам наш план работы И формат Для меня это очень волнительное время в истории Поскольку Я думаю, что мы проживаем сейчас Один из тех перемен, которые происходят С определенной периодичностью Мы видим фундаментальный сдвиг В том, как организован, как работает этот мир Я буду говорить о различных теориях Моем взгляде на них И посмотрим, насколько это будет вам интересно Будете ли вы со мной согласны Так или в той или иной степени Я буду говорить, что значит быть лидером Я хочу начать с цифры Что называется число Данбара Это известный антрополог Данбар, который провел анализ человеческого мозга И он пытался оценить Основываясь на различных структурах И частях нашего головного мозга Как много активных, стабильных социальных связей Может справиться среднестатистический человек И являясь частью научного общества Он достаточно четко определяет это число 148 Итак Это достаточно четкая цифра Есть другая группа антропологов Которые провели другой анализ Они исследовали Все общества охотников-собирателей Которые существуют сегодня в мире И было порядка 19 таких сообществ Очень примитивные По-прежнему Которые охотятся с помощью лукострел и копий И от племен эскимосов в Арктике До племен аборигенов в Австралии И что они измеряли Это средний размер этих коммун И они обнаружили очень интересный факт Поскольку Где бы ни находились эти группы Средний размер их сообщества И был одинаковым И эта ситуация не менялась тысячи лет Средний размер их сообщества был 148 человек Такая же, точно такая же цифра И возможно это совпадение Но я хочу заявить Что есть что-то фундаментальное В особенности того Как устроено человеческое сообщество Мы жили в деревнях Где живет 150 человек На протяжении многих веков По всему миру Поскольку Это стабильная коммуна Это стабильное сообщество Она простая Все знают свое место Вы рождены С определенной ролью функции В этом уществе И вы с ней умираете То, что было одинаково Для вашего прадеда И деда И так же будет одинаково Для ваших внуков и правнуков И в этой деревне вы И у вас нет того Что мы называем Рост по служебной лестнице И карьерного роста Вы не растете По этой профессиональной иерархии Но она действует Но что произошло в 19 веке И в 1880-х годах Вся структура Ткань человеческого сообщества Они просто Начали стремительно меняться Поскольку пришла Вторая промышленная революция Начался рост Массовых организаций И неожиданно Мы увидели рождение городов У нас не было городов До 1880-го года И было время К примеру Когда Генри Форд Строил свои Автомобили Модель Т Форд, модель Т И На этом заводе работало 300 тысяч человек Которые Выполняли работу На одном и том же заводе То есть не было никакого руководства То, как координировать Деятельность 300 тысяч человек 148 человек Никаких проблем А 300 тысяч человек Не было такой Книжки КПК Которые можно было бы организовать Работу Пока Не нашелся ответ В одной из книг И эта книга Я бы сказал, что это Наиболее Самая влиятельная Книга по бизнесу 20-го века Она определила Как работает бизнес И он по-прежнему Работает по тому же принципу Эта книга была опубликована В 1911 году И была написана Фредерик Уинсред Тейлор И она называлась Принципы научного управления И вот это и был ответ Потому что то, что Тейлор сказал В этой книге Это то, что в прошлом Человек был на первом месте И в будущем Система должна быть на первом месте Это то, каким образом Мы живем сегодня Мир систем Мир процессов Мир массовой стандартизации всего Как Генри Форд сказал Любой цвет Подойдет При условии, что это черный Преимущества Общества Стандартизации Системы процессов Эти преимущества Безграничны Они огромные Мы уже не беспокоимся о том Что у нас была Еда всегда зимой Предыдущее поколение Мы беспокоились об этом Будет ли у нас достаточно еды Чтобы зиму пережить Средняя продолжительность жизни Увеличилась очень сильно И мы знаем Ну, например, что Дети, которые Родились сегодня Половина из них Будут жить Больше ста лет Статистически И это Огромные перемены Огромный сдвиг Международной торговли Международные путешествия Каким образом Вы Делаете Международные путешествия Доступными Таким образом Чтобы обыкновенные люди Могли путешествовать Да вы стандартизируете Процессы Когда я лечил Из Лондона В Москву И в Казань Были стандартные Процедуры И если вы Например Скажете кому-то Сто лет назад Что За опыт У вас был Перелет Такого Из Москвы Лондона На Москву Они подумают Что это научная фантазика Мы летаем 600-700 миль в час На высоте 11 километров В этой запечатанной Алюминиевой Цилиндре Ну, люди бы нам Не поверили А в настоящее время Воздушное путешествие Один из самых Безопасных способов Путешествия Более безопасно Лететь в самолете Чем перейти через дорогу Даже ехать на машине За рулем Более опасно Чем лететь на самолете Каким образом Вы это делаете Более безопасно Вы стандартизируете Процесс У вас есть Ремни безопасности Которые вас заставляют Все время пристегивать У вас есть Специальные процедуры У вас есть Специальный процесс Обработки билетов Электронный Все стандартизировано Это очень полезные вещи Упрощающие Жизни И это Наша современная жизнь У нас есть Эти системы Процессы Это научный Менеджмент То, что К этому привело А каковы же преимущества Этого Какая польза От этого Но Одновременно я бы хотел Сказать о том Что есть Очень серьезный Недостаток Фундаментальный Недостаток Большая проблема Того, каким образом Большинство бизнесов Сегодня управляются И эта проблема Будет только возрастать Только увеличиваться И это не новая проблема Эта проблема Еще была Во времена Генри Форда Потому что Даже во время Жизни Генри Форда Компания Форд Как компания Потеряла Свою доминирующую Позицию На рынке Потому что Появился Очень Другой Бизнес Который Назывался Дженерал Моторс И компания Дженерал Моторс Управлялась Уже не многих лет Очень Хорошим Лидером Которого Звали Алфред Слоун И Алфред Слоун Я бы Рассчитал Его Отцом Современного Менеджмента Потому что То что Слоун Сказал Было Совершенно Другое Он Сказал Следующее Есть забавная вещь Одна у нас В Дженерал Моторс Мы платим За руки Мы платим За физический Труд Мы можем Продукт работы Головы Умной головы Получить Бесплатно И с тех пор С 1911 Года Организации Борются С этим Вызовом Каким образом Заставить людей Чтобы они Заботились Об организации Для того Чтобы люди Делали больше Того Что формально Они должны Делать По своим Обязанностям И Печальная Правда Заключается В том Что мы Терпим Неудачу Если Мы будем Использовать Жаргон Или выражение Которое В организации Сейчас Используют Мы говорим О так называемой Вовлеченности Сотрудникам Причастности Сотрудников И причастность Сотрудников Меряется тем Каким образом Люди Заботятся И переживают За организацию Будут ли они Будут делать Большим того Минимум Который от них Ожидают Давать В этой Компании В которой Сами Работают Есть Пути И способы Этого Измерить Но Это Очень Ценная Вещь Измерить Вот это Все Потому что Что показывает Исследование То что Высокий уровень Вовлеченности Это большая Прибыльность На более Долгий Период Времени Это устойчивая Прибыльность Компании Они Прямо Эти показатели Связаны С вовлеченностью Степенью Увлеченности Сотрудников Проблема Заключается В том Что Когда Вы Смотритесь На Организации По всему Миру И то Что Вы Находите Это То Что Половина Сотрудников Которые Мы Изучали Они Находятся В активном Поиске Другой Работы Они Не Хотят Работать Где Они Сейчас Работают Они Предпочти Делать Что Другое Где Либо В другом Месте И Порядка 75% И Одно Исследование Показало 77% Даже Сотрудников Активно Ну Так Сопротивляется Работа Что Либо То Они Просто Им Безразлично То Что Происходит На Работы Вы Тут Про Всякие Разные Тут Ваши Великие Планы Рассказывают Для них Это Просто Ерунда Всяк Они Говорят Да 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 Давай Рассказывай Короче Все Давайте Деньги Платите И Все Я Сказал То Что От Меня Требуется Деньги Давайте Гоните И Вот Это То Взаимодействие Которое Происходит На Рабочем Месте Очень Часто И Все Больше И Больше Мы Видим То Что Эти Организации Они Терпят Неудачу Потому Что Эти Организации Они Сталкиваются С Большим Количеством Проблем И Что Мы Видим Еще Раз Международные Данные Которые Показы Может Быть У вас Татарстане По Другому Здесь У вас Но Может Быть Это Я вам скажу То На чем Надо Поразмышлять О том Что Средний Жизненный Цикл Организации Становится Все Короче И Короче С 1992 Года Больше Половины Первой Пятерки Бизнесов Соединенных Штатов Исчезли Это Происходит Все Быстрее И Быстрее Если Вы Думаете Что У вас Есть Устойчивая Конкурентное Преимущество И В вашей Организации В вашем Университете В ваш Правительстве Это Есть Очень Большой Риск Того Что Вы Сделаете Большую Ошибку Я Вам Примеры Приведу И Позже Я Вам Приду Еще Другие Примеры Организации Которые Думали О том Что Они Несокрушимые Мы Здесь Уже 200 300 Лет Проработали Но К Сожалению Они Утратили Это Своё Преимущество Это Происходит Все Быстрее И Быстрее Чаще И Чаще И В этом Взаимосвязанном Международном Технологическом Мире Эти Компании Просто Исчезают И Что Я Хочу Сказать Сегодня Еще Раз Утром Это Ну Во-первых Почему Это Происходит И Второе Это Что С Различными Концепциями Это Концепция Лидерства И Концепция Менеджмента Давайте Определимся Четко Оба Этих Компонента Очень Важны Я не Говорю О том Что Один Плохой Один Хороший Нет 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 Они Оба Очень Важны Эти Компоненты Но Давайте Начнем С Менеджмента С Управления Менеджмент Это Простая Вещь Это Что То Что Мы Понимаем Академическом Смысле Этого Слова Если Вы Хотите Определить Что Такое Менеджмент Одним Словом Но Все Ученые Соглашаются То Что Это Слово Контроль Если Вы Делаете Грузовики Или Вертолеты Если Вы В сельхоз Бизнесе Находитесь Если Вы Управляете Университетом Или Правительством Везде Вы Нуждаетесь В контроле Контроль Безопасности Контроль Качества Огромный Спектр Других Вопросов Которые Надо Контролировать Вам Нужно Контролировать Связь Потоки Информации Людей Деньги Наконец И Нам Нужен Эффективный Менеджмент Эффективный Контроль Но Вот В чем Реальность Заключается Сегодня По всему Миру По Различным Притинам Большинство Бизнесов Хорошо Управляются Я Я помню Когда я был Ребенком Еще Некоторые Машины Были Надежными Некоторые Машины Не были Надежными Может быть Они были Дешевыми Доступными Но Не были Надежными Сейчас Каждая Машина Каждая Новая Машина Которую Вы покупаете Она Более Менее Надежная То есть У нас Достаточно Хорошие Стандарты Качества Мы Всегда Можем Улучшать Качество Безопасность Эффективность Но Это Не то Что Определяет Величие Компании И Те Компании Которые Сейчас Появляются По всему Миру Более Того Вы Можете Даже Сказать Что Большие Великие Компании Выдающиеся Компании Они Все Очень Другие Я могу Сказать Что Многие Компании Законтролированы Но Там Не хватает Лидерства Поэтому Мы будем Говорить Сегодня О лидерстве Лидерство Это Довольно Сложная Концепция Ученые Не согласны По вопросам Какие Должны Быть Определения 100 Публикаций Прочитайте По поводу Лидерства Там Будет 80 Разных Определений Вот Почему Мне Это Нравится Потому Что Это Непростая Академическая Концепция Это Достаточно Сложная Неупорядоченная Но Она Очень Очень Важная Категория Лидерства Если Мы Попытаемся Все Свести К Одному Слову Что Вот Что Я бы Хотел Использовать Это Слово Лидерство Равняется Убеждению Давайте Вам Окружающих Чтобы они Хотели Последовать За вами Это Ваше Личное Личное Качество Убеждать Способность Убеждать Других Давайте Я еще раз Объясню Что я Имею Ввиду Первое Что я Хотел Бы Сказать Это То Что Лидерство Это Не Процесс Это Взаимотношение Вы Не Можете Быть Лидером Без Последователей Более Того Вы Можете Даже Сказать Что Лидеры Создают Последователей Вы Можете Сидеть За Своим Рабочим Столом С Кучей Всяких Фантазий Думать Какой Вдохновляющий Руководитель Но Вы Будете Настоящим Лидером Только В том Случа Если Люди Начинают Двигаться Координировать Свои Действия И Если Вы Говорите Давайте Пойдем В том Направлении Вот В этом И Люди Тут же Идут За Вами Лидеры Создают Последователей И Поэтому Это Взаимоотношения Они Должны Следовать Вам Но Проблема Которую Мы Обнаруживаем Это То Что Хотят Ли Люди Идти За Вами Из-за Того Что Мы Больше Обнаруживаем Что Люди Мобильные И Наши Ваши Лучшие Работники Это Самые Мобильные Работники Если Им Не Нравится Что То Они Чем То Недоволен Они Могут Уйти И Более Того Один Из Вопросов И Проблем Которые У нас Есть Каким Образом Привлекать Лучшие Таланты Вашу Организацию Каким Образом Привлекать Лучших Выпускников Из Лучших Университетов Для Того Чтобы Они Либо Остались В Университет И Никуда Не Уходили Пришли Правительство Ушли В Бизнес И Там Остались Как Привлечь Вы Говорите А ну Ка Давайте Все К Нам Они Зададут Вам Вопрос А с Какой Стати Я Должен У Вас Работать Почему Каким Образом Вы Отвечаете На этот Вопрос Но Вот Это И Есть Проблема Для Лидерства Я Уверен О том Что То Каким Образом Вы Привлекаете Лучших Выпускников Это Не Тем Что Вы Говорите У Нас Отличные Системы И Процесс Этого Недостаточно Это Вопрос Касающийся Лидерства Когда Кто То Вас Спрашивается Почему Я Должен Следовать Зам Почему Я Должен Вступить В Вашу Организацию Ответ Заключается В том Насколько Вы Убедительны Потому Что У Людей Есть Выбор То Привлечение Талантов Это Талант Лидера Но Еще Более Важный Талант Это Удерживать Эти Самые Таланты Потому Что Как Я Вам Сказать Ваши Работники Они Мобильные Хорошие Работники Могут Уйти Куда Угодно Если Люди Будут Жить Сто Лет Как Мы Предполагаем В будущем У Людей Может Быть Большое Количество Разных Карьер В течение Жизни Более Того Я Уже Говорил Сегодня Утром Об Этому Это Есть Поколение Которое Сейчас Вступает В Трудовую Жизнь Это Очень Часто Называют Поколение Миллениум Поколение Тысячных Годов Ну Наверное Тут У нас По возрасту Вы уже Не этого возраста Обычно Этим Людям Чуть Меньше 25 Лет Но Наверняка У вас Эти 25 Летние Уже Есть Или На работе Или Доме Или В семье И Там Есть Проблема Потому Что Они От Нас Отличаются И Это Удивительно Потому Что Мы Видим Это По Всему Миру Я Не Говорю Что Это Происходит Обязательно В Китая И Там Это Поколение Молодых Людей А у Настоящий Взрыв Населения Там 160 Миллионов Людей Этого Возраста 25 Летних И Они Отличаются От своих Друзей От своих Родителей Извините Например У нас В лондонской Школе Бизнеса И Исследование Показывает О том Что Это Поколение Они Не Будут Работать В Одной И Той Ж Компании Более Двух Лет На Протяжении Своей Карьеры Я 17 Лет Работаю Преподавателем До Этого Я Работал В Консалтинге А До Этого Я Три Четыре Года Проработал В Промышленности И После Моей Первой Степени Которые Я Получил Я Поступил В Очень Хорошую Компанию Которая Меня Наняла На Работу И Я Думал Что Я Останусь Всю Жизнь В Этой Компании Буду Расти По Служебной Лестнице И Это Был Мой План Найти Хорошую Компанию Самую Лучшую Вступить В Эту Компанию И Работать До Тих Пор Пока Я Уйду На Пенсию Или Стану Самым Большим Начальником Или То И Другое И Собственно Все У меня Не Был Никакого Плана Особого Карьера Однако Это Новое Поколение Оно Очень Нетерпеливое Если Они Не Чувствуют О том Что Они Растут И Развиваются Они Создадут Проблемы Вам И Зададут Вопрос А Какой План Моего Роста Моего Развития И Даже Более Пугающий Вопрос Мы Обнаружили О том Что 72 Процента Этого Подрастающего Этого Выросшего Поколения Молодого Говорят Они Не Хотят Быть Такие Как Высшие Руководители Они Не Смотрят На Нас Как Модели Для Подражания Они Не Хотят Следовать По Нашему Пути Мы Смотрели На Предыдущие Поколения И Если Я Работаю Хорошо Я Могу Быть Как Как Вы Сейчас Ситуация Очень Другая И На Форуме В Давосе Я Был Просто Поражен Двумя Различными Группами У Вас Там Порядка Две С Полвиной Тысячи Бизнес Руководителей Политикам На Форуме Со Всего Мира Приехали И Большинство Руководителей Ну Где-то Им 50 60 Лет И А потом Была Другая Группа Которая Называлась Группа Молодых Глобальных Мировых Лидеров Им Всем Было До 30 Что Было Потрясающе И Я Слушал Поступающих Из этих Двух Разных Групп И Мне Стало Очень Ясно Одна Вещь Это Одина Из Этих Двух Групп Которая Очень Сильно Меняет Мир Вокруг Нас И Это Не Была Группа Этих Заслуженных Руководителей Начальников Великов Это Была Группа Молодых Вот Этих Ребят И Мне Кажется Здесь Брошен Вызов Который В том Что Вы Не Можете Полагаться На Вашу Способность Командовать И Управлять Для того Чтобы Завоевать Авторитет Это Так Как Было Раньше Так Мы Привыкли Как Раньше Мир Работал Я Хочу Заявить Следующее Все Меняется Очень Быстро И Все Больше Люди Должны Хотеть Следовать За Вами Вы Не Можете Просто Сказать Делайте Это Или Я Вас Уволю А Они Вам Скажут Да И Увольняйте Я Еще Другое Место Найду У нас Полно Выборов Есть Это Наше Определение Здесь Есть Еще Один Из Элементов Если Речь Идет Об Убеждении Людей Следовать За Вами То Другой Компонент Есть В Итак Это Не Речь Не Идет О том Насколько Вы Высокую Должность Занимаете В иерархии Организации Но Вы Все Здесь Собрались Начальники В различных Качествах Но Я Хочу Сказать О том Что Лидерство Это Не Концепция Иерархии Старшинства Вот На этом Рисуночке Как Вы Видите Начальники Говорят Салливан Мы Тут Все Лидеры Только Помните Одну Вещь Я Тот Руководитель Который Может Увольнять Людей А вы Тот Которого Могут Уволить Вот Это Вам И Показывает Каким Образом Работает Иерархия Вы Знаете Ваше Место В этой Иерархии Потому Что Либо Вы Решаете Либо Вас Повысит Либо Кто-то За вас Решает Провысит Вас Или Нет То Что Я Хочу Сказать Лидерство Это Не Иерархическая Концепция Потому Что То Что Мы Все Больше Обнаруживаем Это То Что Лучшие Идеи Не Приходят Как Правило Сверху Из Офиса Декана Премьер Министра Или Президента Все Больше При Больше Мы Обнаруживаем То Что Лучшие Идеи Обычно Приходят Из Самых Низких Уровней Их Которых Не Видно Даже Я Много Работал В Консалтинге В 15 Лет В Компаниях И Есть Компания Несли Самая Большая Компания По Производству Продовольствия И Напитком Но Вы Наверное Знаете О Том Что Это Компания В Три Раза Больше Чем Компания Кока Кола Которая Следующая Стоит Несли Это Вообще Это Гигант Который Везде Работает Во всяких Разных Областях И Центральный Офис Несли Головной Находится В Крошечном Городишке В Швейцарии Очень Красивая Чуть ли Не Деревенька На Берегу Озера Лемо Городок Называется Вэвэй Вы Не Были Наверное В этом Городке Вэвэ Это Потрясающе Красивейшее Место В мире У вас Там Красивые Альпийские Вершины Покрыты Снегом Прямо за вами И Есть Шикарное Озеро Прямо Перед вами Вы Окружены Виноградники Которые делают Одни из лучших Свейцарских Вин Красивые Дома Ну а Воздух Чистейший Вы просто Чувствуете Ощущение Покоя Руководитель Нестли Белчел Который Звали Пол Болка И Когда Вы Встречаетесь С Полом Болка Все Находится Под контролем Его Команда Будет Работать С вами Заранее По поводу Вашей Повестки Дня Кого Вы посетите Если Если Вы Используете Какие-то Материалы Определенно Они Все Проверяются Ваши Все Структурированы Чтобы Быть Уверены Что Вы Ничего Лишнего Не скажете И К тому Времени Когда Вы Идете На Эту Встречу На Это Совещание Гарантировано Что Пол Болка Не Узнает Толком Что На самом деле Происходит И Когда Он Смотрит Из Окна На Это Красивое Озеро Это Человек Который Оторван От Реальности И Ну Например Когда Вы Путешествуете По Миру Потому Что Вы Должны Путешествовать Он Едет В Различные Части Мира И Он Хочет Например Сходить Супермаркет Посмотреть Какие Там Продукты Нестле Есть На Полках И Есть Шутка По Поводу Нестле Когда Начальник Говорит А почему Супермаркеты Всегда Пахнут Свежей Краской Потому Что Они За Шесть Месяцев Знают О том Что Руководство Нестле Прибывает И Поэтому Все Это Время Они Все Время Все Вытирали Протирали Красили Чтобы Все Было Идеально Все Продукты И Он Приходит Все Красиво Все Так Замечательно Он Оторван От Реальности Потому Что Каждый Раз Когда Начальник Говорит Будьте Честными Со Прокрутились С вашим Президентом По Этому Поводу Никто Не Говорит Ему Правду О Том Как Ведет Дела Но Никто Не Скажет Вам Правду О Том Что Вы Делать Все Вам Врут Как Ж Вы Ведете Как Вы Проводите Свою Работу Своей Часть Организации Они Тоже Вам Лгут Они Говорят У нас Все Прекрасно Все По Плану У нас Есть Проблемы У нас Все Под Контролем Но Они Вам Просто Лгут Что Происходит Когда Мы Близки К Власти Все Очень Осторожны Они Политичны Они Очень Следят За Тем Что Они Говорят Поскольку Они Не Хотят Навредить Своей Перспективе Будущим Но Что Происходит В Ронизации Это Всегда Находится Далеко От Офиса Руководителя И Несли То Что Происходит И Лучшие Идеи Они Не Приходят От В В Они Приходят Из Этого Из Такого Далека Из Офиса Побулка Поскольку Если Вы Находите В местном Офисе И Пытаетесь Продать Что Это Мы Хотим Это Купить Вместо Этого И Возможно Мы Можем Помочь И Вы Пытаетесь Унедрить Инновации И Это Вызов Это Проблема Которую Нужно Решить Когда Вы Пытаетесь Унедрить Инновации Инновации Всегда Начинаются С Низших Уровней Организации Я Переду Вам Пример Как Это Работает Я Разговаривал С Руководителем Производства Компьютерных Игр И Мне Сказал Ричард Я Просто Я потерял Связь Я не Чувствую Ситуации Я не знаю Какие игры Хотят Дети Сегодня Я точно Не знаю Технологии Которые Нам Не Уходимо Разработать Чтобы Создать Такие Игры И Моя Задача Как Руководителя Всей Цепочке Менеджмента Создать Среду В которой Люди Входящие В состав Организации Могут Принести Какие-то Изменения И 17 лет Я веду Курс По Изменению Менеджмента В школе Бизнеса И Когда я Получил Этот курс 17 лет Назад Все было Связано Как Стать Джек Уэлшем Как Вести Организовывать Трансформацию И Из Офиса Руководителя Директора И Сегодня Есть Немножечко Что-то Похожее Отчасти Но практически Все, что мы Преподаем То же самое Справедливо Для Гарварда И Эленда Хейл И Она говорит То же самое Все это Связано С Руководством С лидерством С низших слоев Лидерство Это не Иерархическая Концепция По своему Определению Поскольку Что мы Определили Это Великие Компании Которые Появляются По всему Миру Сегодня У них Есть Одна Общая Черта Она Не связана С одним Великим Лидером Который Венчает Эту Иерархию В Тридцатые Годы Это Была Модель Которую Преподавали Бизнесменам Великий Человек Который Стоит У руля И он Везет Всех За собой И это Не работает Больше Великие Организации Которые Появляются Сегодня В мире Они Не полагаются На Один Мозг Вот Это У них Их Это Их Врат Нет Люди У руля Имеют Четкое Понимание Куда Мы Движемся И Каждый В организации Понимает Это И Каждый В организации Чувствует Что Они Могут Решать Задачи Чтобы Они Могут Сделать Что-то Чтобы Помогать Организации Реализовывать Свои амбиции Достигать Чего-то Все Если Вы этого Не делаете И У вас Будет Определенное Конкурентное Отсутствие Конкурентного Преимущества Да Это Да Цикл Жизненный цикл Организации Становится Короче Все короче И короче И я Приведу Пример Который Иллюстрирует Это Компании Которые 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 Доминировали На рынке Многие Много Лет Я думаю Что в Татарстане Четко Есть Очень Сильные Сектора В самых Различных Отраслях Те Кто Мне Ответили Спасибо Большое За Ваши Комментарии Очень Сильная Подготовка Производстве Вертолетов В сельскохозяйственном Секторе Производстве Грозовиков И В многих Других Областях Но К сожалению История Успеха Не гарантирует Вам успеха В будущем Как Мы Принимаем Власть Если Мы Лидеры Если Лидер Связан С Нахождением Последователей Как Мы Что Можно Сделать Чтобы Люди Пошли За Нами Большей Вероятностью Я хочу Вам Предложить Пять Рецептов Шесть Рецептов Что Вам Необходимо Исполнять Исследовать Которым Исследование Которое позволит Вам Стать Эффективным Лидером Я не могу Сказать Что Это Единственная Составляющая Лидерства Но Что я хочу Сказать Исосновываясь На нашем Исследовании Если Вы Постоянно Выполняете Эти Шесть Рецептов Шесть Рекомендаций Люди С Большей Вероятностью Будут Пойдут За Вами Это Мои Утверждения Это В общем-то Все Что Я хочу Сказать И Я Сейчас Кратко Расскажу Об этих Шести Позициях До Обеда После Обеда У нас Будет Гораздо Больше Интерактива Какие Эти Модели Это Не то Что С чем Вы Рождаетесь Это Поведенческие Модели Которые Мы Можем Улучшить Вы Можете Об этом Подумать Поскольку Есть Один Момент На Котором Я Лично Могу Работать Чтобы Сделать Более Вдохновляющим Лидером Чем Просто Хорошим В Плоне Выдачи Каких-то Указаний Инструкций Что Касается Поведения Лидеров Их Поведение Это Быть Примером Я Приведу Пример Я Был Супраймаркете Пять Шесть Лет Назад Была Женщина С Двумя Детьми И Если Вам Приходилось Брать С собой Детей В супермаркет Двух Детей Это Очень Стрессовая Ситуация Маленький Маленький Мальчик Он Ему Все Надоело И Он Ударил Свою Сестру И Она Тут же Расплакалась Начала Кричать А мама Подошла К Сыну И Сказала Не Бей Свою Сестру Ударяя По Нему Очень Четкая Информация Четкий Посыл Но Эффективность Была Нулевая Он Не Глупый Он Знает Что В Этой Семь Если Нужно Чтобы Что-то Было Сделано Вы Бьешь Ребенка Поскольку Это Поведение Которое Было Навязанным Сверху От Его Родителей Есть Что-то Очень Пугающее Когда Вы Занимаете Какую-то Руководящую Должность Поскольку Люди Слушают То Что Вы Говорите И Они Копируют Ваше Поведение И Психолог Сказал Что Слушать Старших У детей Получается Плохо А вот Копировать Отлично Как Родитель У У Двое Дочерей Это Просто Ужасное Отверждение И Это Правда И Поскольку То Что Я Говорю Не Особо На Них Влияет И И Когда Я Вижу Что Они Ведут Повторять Что-то За Мною Я Не Хочу Чтобы Они Это Делали Но Тем Не Менее Я Понимаю Откуда Ноги Растут В Этой Ситуации И То Само Применяем К Организациям Поскольку В Организациях Есть Старшее Есть Фраза Которая Берется Начало В Немецкой Культуре Рыба Гниет С головы В Некоторых Организациях Когда Я встречаюсь С руководством Компании И Залуюсь О Тех Людях Которые Находят У них Подчинение Что Они Достаточно Хороши Ну Средний Состав Они Просто Бесполезные Все эти Вопустники Они Ничего Не Умеют Для этого Странное Поведение Странная Реакция Поскольку Если вы Считаете Что люди Которые Под вами Они Некомпетентные Или Неглупые Чья Это Вина Если Вы Наняли Некомпетентного Человека Нельзя Их Винить За это За то Что Они Некомпетентные Поскольку Они Некомпетентные По Определению Это Ваша Вина Что Вы Наняли Неправильных Некомпетентных Людей Зали На Но в любом мире Я еще не Определил Компанию Которая Полностью Состоит Из Некомпетентных И глупых Людей Я Встречаюсь С компаниями Довольно Часто Которые Делают Глупые Вещи Неразумные Вещи Но это Не Глупые Люди Они Просто Делают Неразумные Вещи И Чья Это Вина Я Боюсь Что Они Эту Модель Поведения Усвоили От Тех Людей Всегда Имеет Определенный Эффект Они Отбрасывают Тень Вот Даже Сейчас Вы Отбрасываете Тень Но Думаете Ли Вы о том О своей Тени О том Как Вы Ведете Себя Формирует Поведение Людей Которые Находят У вас Подчинение И Это Имеет Большое Значение Вы Не Можете Сказать Делайте То Как Я Делаю Не Можете Сказать Не Делай Как Я Делаю Это Не Делай Просто Поскольку Люди Они Все равно Копируют Ваше Поведение И Это Очевидно Люди Которые Под Вами Они Если Они Копируют Ваше Поведение Вы Можете Посмотреть Их Дальнейшему Росту Это Не Просто Люди Которые Находятся Под Вами То Как Вы Ведете Себя В Группе Своих Коллег На Том же Уровне В этой Иерархии Как Вы Себя Ведете Что Вы Делаете Формирует То Как Они Реагируют И Даже Больше Того Это Влияет На Руководителя Над Вами Подумайте Два Человека Которые Отчетываются Перед Вами Которые Находятся Вашим Подчинением Когда Вы Взаимодействуете С Ними В самых Различных Ключах Форматах Да Ну Почему Так Потому Что Они Ведут Себя По-другому Это Просто Рационально Это Неизбежно Поскольку Их Поведение Формирует Поведение Их Руководителя Их Начальника И Ваш Модель Поведения Становится Другой Поскольку Вы Создаете Среду Вокруг Себя Руководитель Высшего Звена Один Самых Лучших В истории Школы Лондонской Школы Бизнеса Мы отметили 50-летие его работы И карьеры Это был профессор Который вел курс По стратегии Которого звали Сумантра Гэшал И Сумантра Был известный Человек Поскольку Любая группа В которой он Преподавал Он всегда Делился с ними Со всеми Одной и той же Историей Это история Которая Резонансом Отзывается В любой аудитории В которой он Работал Он сравнивает Два очень Ярких Противоположных Экзамен Примера Среды Первое Центр Калькутты В середине Лета Он Родом из Индии Он родом Из Калькутты Очень жарко Влажно И он все время Чувствует себя Истощенным Уставшим И он Контрастирует Он сравнивает Это с прекрасным Лесом Во Франции К югу От Парижа Лес Фонтенбло Гуляю По лесу Фонтенбло Я хочу поделиться С вами Этого видео Может быть Будут какие-то Технические проблемы Надеюсь Что она все-таки Запустится Люди не меняются Фундаментально От того Как кто они Да Если только Нет какого-то Внутреннего Кризиса Но Заключение Для нас всех Основной Вывод Который мы видим То что мы задаем Неправильный вопрос Когда вы Это совершенно не связано С изменениями Как Оно гораздо больше Связано с тем Как мы Мы меняем контекст В которых В компаниях Старшие руководители Люди в этой зале Создают Вокруг Своих людей Контекст Некоторые Называют Называют Это запахом места Это очень сложно Описать Но я постараюсь Это сделать Так как Я это сам почувствовал И предоставить Свою собственную Метафору Как я это вижу Я преподаю В Лондонской школе бизнеса Я живу в Лондоне И последние Полтора года И до этого Жил в Фонтенбло В Франции Порядка восьми лет Но посмотрите на меня Я То как я звучу Мой акцент Очевидно Что я не Из одного из этих мест Родом Я родился в другом месте Я родом из Индии Из Из восточной части Я живу Родом из Калькуты Каждый год Я приезжаю в Калькуту В середине июля Это единственное время Когда У моего сына Летние каникулы Я еду туда Калькута Это прекрасный город Лет Весной Осенью Зимой Но не летом Температура 102-103 По Фаренгейту И влажность 99% И я чувствую себя Очень уставшим Большая часть каникул Я нахожусь Внутри дома Я никуда не хожу А когда я нахожусь В Фонтенбло И я призываю вас Отправиться Если вы там будете В лес И погулять там Просто насладиться Атмосферой И вы Когда идете По этому лесу Это что-то С запахом С ощущением Которое вы испытываете Находясь в этом лесу Особенно весной Вы хотите прыгать Вы хотите Бежать Вы хотите Нестись Делать что-то Вы полны энергии И я думаю Что это Суть проблемы Большинство компаний Часто все Большие компании Создают Внутри своих Компаний Вот эту Летнюю Калькутту Когда Очень жаркая Душная Среда И они Жалуются Что Они Принимают Инициативу Не идут на сотрудничество Не хотят Ничего менять Но это Не связано С сомнением Меня У меня Много энергии В частности Весной Фонтенбло Но я чувствую себя Уставшим Когда я нахожу С Калькутти В летом Но Помимо всех Этих абстракций Я призываю И всех Этих процессов Которые Происходят В конце Как мы Меняем Контекст Как мы Создаем Лес Фонтенбло Внутри Компании Я думаю Что Это Прекрасное Утверждение И Это Передает Что-то Фундаментально Истинное Ту среду Которую Мы создаем В наших Организациях Научных Организациях На предприятиях В правительстве Как мы Себя чувствуем Когда мы Находимся В этой Организации Когда вы Чувствуете Этот воздух Фонтенбло Весной Вдохновение Страсть Энергия Так вы Чувствуете Находясь В этой Организации Вечером Воскресенье Какое Настроение У ваших Сотрудников Заливают Ли они Свое Горе Еще Одним Еще Одним Еще Одней Водкой Или Еще Остается Три Четыре Один День До выходных И наконец-то Пришли Эти выходные Так Они себя Чувствуют Или же Они с нетерпением Ждут выхода На работу Иногда Они хотят Работать Больше Чем Они Должны Некоторые Организации Доглаждают Своих Сотрудников Тем Что Это Больше Каникулы Если нам Работа Нравится Мы не хотим Больше Выходных Мы не хотим Каникул Отпуск Это странная Награда То что Меня всегда Поражало В начале Пути Эппл Они Когда они Создавали Макинтош Компьютер Который Изменил Эппл И изменил Компьютерную Технику Команда Которая Работала Над созданием Макинтоса У них Была Майка С надписью 60 Часов В неделю Им Это так Нравится Ну Иногда Это же Так здорово Приходить На работу И это Кстати Не значит Что Что Когда Экономика Растет Компания Преуспевает Не Дело Не в этом Более Того Часто Есть Моменты Которые Наиболее Нравятся Нам Это Проблем Которые Очень Это Моменты Которые Мы Решаем Проблему Есть Немецкий Продавец Одежды Называется Си Ней Модная Одежда Брендовая Одежда У них Был Бизнес В Англии И Ну Где-то 60 Магазинов Там Был И Главный Магазин Был Большой Магазин Прямо В центре Лондона И Если Вы Были В Лондоне Вы Наверное На Оксфорд Стрит Шоппинговали И Там Есть Большой Магазин Был У них Там Этой Компании В 2000 Году Решили Закрыть Весь Бизнес Соединенном Королевстве Потому Но Не могли бы Вы провести Еще один Год Аккуратно Закрывать Эти Бизнесы Посмотреть Товарно-складские Запасы Там Все контракты Закрыть И прочее Ну То есть Аккуратно Все завершить Это Не очень Вдохновляющее Совещание Было Но Менеджеры Подумали На этой встрече На это Заседание И подумали Ага Хорошо Они встретились С работниками И они сказали Ребята Вот такая ситуация Дело дрень Дело дрень И Что будем делать С этим Они Проговорили Где-то час Или около того И в конце концов Согласились Сошлись на том Что Мы Это сделаем Мы это сделаем Хорошо Мы это сделаем С достоинством И самоуважением С тем Чтобы мы могли Выйти из этой ситуации С гордостью С поднятыми головами Они так и сделали Следующий год Вот так и прошел Они аккуратно Провели процессы Закрытия Провели все Склады Посмотрели Люди не уволились Сами до этого Промежутка времени Они все потом Потеряли работу Уволились Но Никто не ушел до этого И когда люди В следующий раз Потом пошли На интервью На этой Для поисках работы Они уже были Выше Они вот так Пальцем показали Да пошли вы все То что вы нас Закрыли И уволили Потому что В нашей отрасли В продаже Модной одежды Как только Вы закрываете Что-то Люди Все равно Продолжают Носить одежду Люди Обычно Сбегают С работой Если Закрывается Какой-то магазин Вплоть до того Потому что Одежду Воруют А они Этого Не сделали Эти люди То есть Создание Хорошей Среды Недостаточно Сказать Что мы Хорошая Компания Вот вам Больше денег У нас Все хорошо Нет 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 И для Меня Это очень Важная Концепция Если Вы были В Лондоне Вы Наверняка Ездили В нашем Черном Такси И если Вы Видите В нашем Черном Такси Был Кто-нибудь В Лондоне Руки Поднимите Кто в Лондоне Водители Такси В Лондоне Имеют Две Обязанности Первая Это для Того Чтобы Перевести Вас Из точку А В точку Б Вторая Обязанность Это чтобы Поделиться С вами Их Точкой Зрения О том Как мир Устроен Они Знают Ответы Таксисты Знают Ответы По поводу Спорта Политики И они Используют Эту фразу Они Должны Они Все время Говорят Они Должны Они Абсолютно Уверен В том Что их Ответ Правильный Это Вот В точности Почему Они Являются Таксистами Вот Почему Таксист Остается Таксистом Потому Что Люди Которые Являются Лидерами Они Не Говорят Другим Людям То Что Они Должны Делать В некоторых Организациях Которых Я Консультирую Вы Слышите Эту Фразу Очень Оргентолог Они Должны Делать Что Они Должны Сделать То Они 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 А Это Всегда В моем Опыте Это Всегда Означает Что В этой Организации Большая Проблема Потому Что Лидеры Никогда Не Говорят Они Должны Делать Лидеры Являются Моделью Для Подражания Для всех Остальных Людей Которые Под Ними Работают Махат Магенди Величайший Лидер 20 Века Он Говорил О том Что Будьте Сами Теми Изменениями Которые Вы Хотите Привнести Вы Должны Быть Моделью Для Подражания Если Вы Хотите Быть Лидером Это Первое Поведение Второе Дальше Идет Такая Страшилка Небольшая А что Вы Делаете Такого Что Реально Является Очень Важным И люди Говорят О вас Они Обсуждают Вас Они Говорят О вас В семьях Они Говорят Вне Семьи Они Говорят Со своими Коллегами Вас Обсуждают Вы Знаете О том Что Люди О вас Говорят Когда Вас Нет Наверное Не очень Хорошо Вы Это Знаете Когда Я Делаю Обзор Вот Этого Всего Для Высшего Руководства Очень Часто Я Работаю С Высшими Руководителями Компании Я Очень Много Это Делаю Я Обычно Делаю Это На Уровне Телефонного Интервью Мы Опрашиваем Людей Которые Работают С И Мы Также Говорим Можно Мы Проведем Интервью С Вашим Мужем Или Женой Они Обычно Говорят Да Конечно Но Потом Они Всегда Говорят Ага Но Я Знаю Что Они Обо Мне Скажут Они Всегда Бывают Неправы Они Никогда Не Могут Предсказать Что О них Скажет Муж Или Жена Что Они О них Думают Вы Знаете Как Ваши Друзья Вас Описывают Но Вообще Говоря Большинство Из Нас Не Очень Хорошо Осведомлены Об Этому То То есть Первое Еще раз Хочу Повторить Вы Должны Быть Ролевой Моделью Для Тех Кто Рядом С Вами Второе Вы Должны Хорошо Четко Объяснять Взгляд В будущее Любой Менеджер В любой Организации Если Вы Спросите Его У вас Есть Стратегия Они Всегда Говорят Да Второй Вопрос Это Можете Либо Объяснить Это Вашим Людям Вашим Подчиненным И Лидеры Всегда Говорят Да Конечно А потом Вы Идете Разговариваете С их Подчиненными Мы Это Делали Много Раз Из-за Вопрос Вы Понимаете Стратегию Компании Ну Можете Себе Представить Что Люди Говорят И Вот Я Что Обнаружил В тех Исследования Которых Я Проводил И Это О том Что 90% Сотрудников Не Понимают Или Не Осознают Стратегию Компании 95% Для Того Чтобы Это Спортивные Аналоги Провести Представьте Себе Футбольную Команду Которая Играет И Только Один Игрок Знает Правила Футбола Это Ж Не Та Игра Которую Хотите Смотреть Однако Во Многих Организациях Это Реальность В которой Эти Компании Живут И Развиваются Большинство Людей Даже Не Знает Что Компания В целом Собирается Делать Стратегии Они Сидят За Своим Рабочим Вот Моя Работа Оставьте Меня В покое Мне Сказали Я Делаю Деньги Заплатите Мне Вовремя И Мне Да Лампочки Все Остальное И Люди Не Знают Что За Этим Пределом Приходит Нашим Исследованием Которым Сейчас Проводим Один Из Самых Интересных Направлений Исследований В нашей Сколе Бизнеса В Лондоне Это Если У людей Есть Четкое Понимание Почему Эта Организация Вообще Существует Какие Цели Эта Организация Если Каждая Организация Имеет Это Четкое Представление Вы Будете Гораздо Более Успешны Чем Если Б Они Не Знали Этого Это Отражается На Всех Аспектах Работы Эффективности Организации Четкое Понимание Вот Этой Усвоенной Всеми Цели Это Гораздо Большую Роль Играть Чем Что Либо Вообще Это Потрясающее Исследование Которое Это Показывает Насколько Вы Хороши В этом Я Покажу Вам Попозже В Видео Которые Хорошо Демонстрируют Это Но Как Джек Уолч Сказал Любая Идея Которую Вы Представляете Она Должна Быть Настолько Простой Которую Вы Могли Быстро Объяснить За пару Минут Любому Незнакомцу Во время Коктейля Во время Вечеринки Если Я Вам Задам Вопрос Что Вы Делаете В неформальной Атмосфере То Вы Должны Ваши Роли К чему Вы С такой Страстью Относитесь Что Вы Очень Любите В своей Работе Каковы Ваши Цели Вы Должны Мне Что-то Сказать В ответе На этот Вопрос Если Вы Говорите А Да Сижу Просто Работу Свою Делаю Надеюсь Что Ничего Не Изменится Это Не важно Что Да Я Сижу Ничего Не Вижу Ничего Не Слышу Мне Ничего Не Волнует Это Очень Опасная Организация Ситуация Имеется Ввиду В Организации У Вас же Есть Цели Каждый 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 Сотрудник Я Уж не Говорю о руководителях У У всех Есть Что То Какие Представления О будущем И Что Можно Сделать Лучше У Нас У Всех Есть Такие Идеи Того Каким Разом Можно Изменить Мир К Лучшему Вы Можете Сказать Вам Какие Ваши Идеи Но Вопрос Заключается В том Что Знают Ли Люди О Ваших Идеях Если Я Спрошу Ваших Подчиненных Такой Вопрос Ответ Или Мне То Тоже Самое Ответ Скорее Всего Нет То Есть Объяснение Я Вам Еще Больше Объясню Чуть Попозже Третий Вопрос Который Мы Говорим Это Ощущение Ситуации Это Способность Вот Это Почувствовать То Что Люди Вокруг Вас Думают Что Они Чувствуют Это Своего Рода Искусство Которое Исчезает Некоторые Люди Просто Великолепно Люди Которые Работают В продажах Они Очень Хорошо Чувствуют Глянут Вам В глаза И Понимают Вас Сразу Они Вам Быстренько Объяснят Расскажут Для того Чтобы Нужные Ниточки Потянуть В разговоре С вами Люди Которые В торговле Которые Правильно Цены Устанавливают Для того Чтобы Затянуть Вас Эту Сделку И в то же Время Не прогадать С ценой Переговорщики По разным вопросам Умеют Эти качества Развиты Это Способность Знать То Что Другой Человек Чувствует И Видит Но Это Не Только О Касающихся Отношений Один На Один Если Вы Заходите В группу На Совещание В комнату Где Собрались Люди Вы Должны Почувствовать Настроение Если Вы Делаете Презентацию Должны Почувствовать Как Люди Реагируют Как Они Смотрят На Вашу Презентацию И Это Не Просто В аудитории И Вообще Вокруг Вас Вокруг Вашей Организации Если Вы В различных Зданиях В другом Городе Может Быть Даже В другой Стране Находитесь Что Люди Думают Что Люди Чувствуют И Для Того Чтобы Быть Способным Делать Это Вам Нужен Набор Инструмента Эмоциональных Инструментов Эмоциональные Антенны У вас Должны Вот Такие Вот Эти Антенны Вы Должны Чувствовать Что Вокруг Вас Происходит Проблема В том Что В современных Организациях Вот Эти Наши Антенны Отмирают Потому Что Есть Болезнь Одна Среди Нас Которая Нас Всех Поражает И Позвольте Мне Поделиться С вами Некоторыми Симптомами Этой Болезни И Может Быть Несколько Из Вас Сидящих Здесь В комнате Имеют Симптомы Этого Заболевания И Болезни Это Симптомы Я Называю Это Симптомом Торопышки Который Вечно Торопится Куда-то И Вот Они Первые Если Вы Что-то Разогреваете В микроволновке На 30 Секунд А у Вас Есть Такое Сильное Желание Что-то До 30 Секунд Успеть Что-то Сделать Что-же Я Жду Тридцать Секунд Трачу Если У Вас Есть Желание Например Куда-то Сесть На самолет И Вы Бежите Пытаетесь Сеть Что-то У меня тут С переводом Куда-то Тут По памяти Я тут Эти слайды Сейчас Ага Порядок У нас Правильно Здесь Идет По-русски Тут Извините Если Что-то Перепутываю Не в том Порядке Выдаю Вам На 3 Что там Написано Ага Да-да-да-да Наталья Спасибо Что Подсказали Делать Что-то Во время Движения Во время Вождения Машины То ли Радио Слушает То ли По телефону Говорит То ли Даст Завтрак Доедать Пока За рулем Едете Когда Вы Проверяете Свою Почту Сидите За вашим Рабочим Столом И иногда Во время Ланча На телефоне Висите Еще Есть Что-то Сразу Несколько Дел В одно Время Пытаетесь Сделать Следующее Вы Делаете Еще Что-то Например Даже Когда Зубы Чистите Когда Вы В пробке Находитесь Вы Сильно Раздражаетесь Вот Выводят Из себя Когда Люди Переди Вас Находятся Вы Постоянно Проверяете Свой Смартфон Что У вас Там Такое Более Того Сотовые Телефоны И смартфоны Это Прекрасное Устройство Но Опять же Исследование Которое Я провожу 95% Руководителей Говорят О том Что Переписка Выходит Из-под Контроля Вообще Коммуникация 90% 80% Руководителей Первое Что они делают Когда Утром просыпаются Вообще С кровати Еще Не вылез Они Хватают Телефон И проверяют Что там Творится И последнее Что они делают Перед тем Как уйти Спать Это Проверяют Что там В телефоне И мы Связаны С ним Постоянно Некоторые Даже Свою почту Проверяют На выходных Работают Даже В отпуске Работают С перепиской Более Того Это Становится Ну Я так Считаю Что это Ну как Заболевание Самое Настоящее И Компьютеры Загружаются Очень часто Мы сейчас Уже перестали Компьютеры Выключать У нас Есть И гипернация И Спящий режим Компьютера Чтобы лишь бы Только не ждать Пока он загрузится Мы прерываем Людей Некоторые люди Говорят 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 И вы Достаточно Вежливый Человек Вы их Не прерываете На вас Это очень Раздражает Когда люди Говорят Дольше Чем вы Желаете Звонки Конференц Колы Всякие Видеоконференции Вы что Слушайте На самом деле То что люди Там вам Говорят На конференц Коле Да Или Или вы В это В это время Работаете Имейл Свой Проверяете Есть И Наконец Самый Главный Симптом Для тех Кто Имеет Это Заболевание Это Когда Вы Заходите В лифт У вас Есть Ваша Любимая Кнопочка И На этой Кнопочке Написано Два Слова Там Написано Закрывание Двери Вы Знаете Как Технология Работает Вы Не раз Нажимаете Кнопку Вы Не Жмете Постоянно Потому что Вы Считаете Что От Этого Дверь Быстрее Закроется Это И Есть Симптомы Симптомы Торопышки Ну-ка Поднимите Руки Если Вы Такие Симптомы Уже У себя Обнаружили Ага Ну У нас Уже Тут Есть Приболевшие Руководители Они Сидят На телефон И на свои Смотрят Для того Чтобы Даже Руку Поднять Не Могут Все В смартфоны Смотрят Это Все Более Увеличивающиеся Проблемы Я хочу Поделиться С вами Почему Это Проблема Потому что Некоторые Люди Говорят Ричард Это Не Проблема Я Очень Занятый Человек Моя Работа Делать Важные Вещи Это Собственно Чем Я И Занимаюсь Но Если Вы Касается Это Как раз Непосредственно Связано С этой Кнопкой Двери Закрывается Несколько лет Назад Я работал С одной Из Компаний Которая Производила Лифты В Америке И я Помню Один из Директоров Компании Сказал Ричард Это Для нас Это Такая Головная Боль Это Кнопка Это Очень Дорогая Тенденция В последнее Время Она Нам В копеечку Влетает Люди Постоянно Эту кнопку Нажимают Жмут На нее Бестолку И кнопки Эти ломаются Настолько часто Что нам приходится Менять их Постоянно Но он Сказал Но Юмор То в том Заключается О том Что люди Не понимают Одной простой Вещи О том Что Примерно Половина Этих Кнопок В мире В лифте Они Вообще Ни к чему Не подсоединяются Более того Они Называют Механическое Плацебо Механическое Пустышко Да Лампочка Есть Но Больше Ничего Нет Эта кнопка Не работает Вообще Она так Сделана То есть Эта кнопка Вашу жизнь Не меняет Но просто Вы ее Жмете 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 И от Вас Жизнь Не улучшится Никоим Образом Вообще Но Есть Гораздо Более Фундаментальная Проблема Мы Как Поколение Особенно Из-за Вот этих Всех Технологий Мы Теряем Способность Делать Что-то Более Важно Это Остановиться И подумать И вот вам Фотография Основателя Компании IBM Томас Уотсон Старший И у него Было Слово Одно Которое Висело Над его Рабочим Столом Думать Есть Отличная Фраза Которая Для меня Как раз Касается Непосредственно Этой Проблемы Касающей Размышлений Потому что Во Флориде Есть Поговор Когда Вы Сражаетесь Или Отбиваетесь От Аллигаторов Очень Трудно Иногда Вспомнить О том Что Изначально Вы Старались Осушить Болото Блестящая Фраза Потому что Если Наша Цель Осушить Вот Это Болото А Для того Что Мы Там Что То Могли Построить И У Нас Вот Это Классическое Флоридское Болото Во Флориде Эверглайды Но Проблема Там В том Что Там Есть Аллигаторы Если Они На Вас Нападают Вам Обороняться Надо Но Мы Становимся Поколением Вот Этих Борцов С Аллигаторами Не Все Из Нас Но Это Поколение Которое Сегодня Вступает Чтобы Сохранять И Оставлять Для себя Время Чтобы Остановиться И Подумать Потому Что Если Вы Боец С Аллигаторами Вы Не Используйте Эти Свои Эмоциональные Сенсоры Антенны Для Того Чтобы Посмотреть Что Вокруг Вас Происходит Потому Что Давайте Поговорим О Совещаниях Мне Очень Интересна Эта Тема Я Предоставляю Вам Задачу Которую Вам И Используйте Предлиденный Стандарт Которые Помогут Улучшить Эффективность Я Сокращу Время Ваших Совещаний И Улучшу Их Эффективность Итак Поднимите Руку Если Вы Думаете Что Ваше Совещание Самого Высокого Класса Если Вы Можете Записать На Видео И Использовать Качество Примера На Школах По Всему Миру Ну Ну Возможно Нет И Исследование Которое Проводил Последние Десять Лет 95% Руководителей Говорили Что Наши Совещания Неэффективны И Не Проносят Результаты И Большинство Людей В этом Зале Проводят Время На Совещания Которые Требуют Все Больше Больше Времени Отправляя Сообщения Или Проводя Время На Очень Плохих Совещания О Да Жалуюсь На Ничего Не Меня Это Просто Безумие Когда Вы Вспомним Эйнштейн И его Известное Определение Безумия Когда Мы Делаем Одно И Тоже Снова И Снова И Ожидаем Какого-то Другого Результаты Необходимо Остановиться И Подумать Итак Следующий Момент Это Подтверждение Это Не очень Четко И я Постараюсь Это Прояснить Подтверждение Исследование Было проведено Несколько лет Назад Когда Просили Детей Руководителей Это Необычное Исследование Они Хотели Подтвердить Элиные данные И думали Что дети Скажут Мои родители Моя мама Или мой папа Недостаточно Проводит Времени Со мной О чем Многие Из нас Почти Если не все Это знают И Руководство Компании Еще чем-то Требует Очень много Времени Но Дети Дали Совершенно Другие Ответы С Советным Постоянством И Вот что Они сказали Я понимаю То что Мой родитель Любит Свою работу И она требует Много Времени С этим У меня нет проблем Да Но было бы здорово Было бы здорово Увидеть их Чуть почаще Но это У меня нет проблем С этим Но Самое главное Что меня беспокоит То что Когда Родители Находятся со мной Проводят время Со мной Я хочу Чтобы они были Полностью со мной Поскольку Я Тогда Осознаю Свою значимость То что Меня ценят И я что-то Значу для них И эта способность Полностью Фокусироваться На Ком-то другом Полностью Отдавать свое Внимание Отдаваться Этому человеку Заставить их Почувствовать Свою значимость И ценность Это Критически важный Навык Абсолютно важный Если бы у меня Уметь слушать Уметь слушать Это непростая задача Поскольку Мы любим Говорить Об одном Вопросе Более чем Что бы то ни было Другое Мы любим Говорить о себе Моя Самая любимая Картинка В данном Моменте И Хорошо Хватит Говорить Обо мне Давай поговорим О тебе Что ты Думаешь Обо мне Мы Любим Говорить О себе Но Наша Способность Говорить И фокусироваться На чем-то другом Настолько Важна Оно Оно Позволяет Людям Почувствовать Что они Ценные Что они Значат Я хочу Дать вам Пример Здесь Будет Видео Человек Который Поменял Поменял Политическую Картину На долгие Годы Это Были Президентские Выборы Не в прошлом Году Да Немножко Времени То Что Произошло В 1992 Году Это Были Дебаты Текущий Президент Джордж Буш Старший Он Был Очень умный Специалист Был Очень успешный И все Полагали Что он Вновь Будет Избран Этот Пост На второй Срок И практически Все Президенты То что Делали Практические Президенты Современной Истории И Особенно Я полагаю Это Что Демократы Назначили Кандидата По имени Билл Клинтон И никто Не слышал Об этом Парне Он был Губернатором Маленького Штата Который Назывался Арканзас Его Столица Была Маленькая Ну по сути Маленькая Скала И Буш Полностью Лидировал По всем Показателям И По какому-то Моменту Который Поменял Всю историю Предвыборной Гонки Это был Ключевой Точкой Рэперной Точкой В современной Политической Системе В его карьере Это был Первый Один из первых Тивилизионных Дебатов Которые Транслируются По всей стране Эти дебаты Проходили Много раз Но они Пришли по другому Поскольку Обычные Люди Пришли В эту Аудиторию Они задавали Вопросы Не интеллектуалы Не ведущие Журналисты Профессора Обычные люди И в этом видео Вы видите Джорджа Буша Анаса Ферста И Это Слово Сродни ДТП То, что он говорит Аналогию, которую он использует Если Он использует аналогию С раком Ему задают вопрос Простой человек Совершенно глупый И он дает Ужасную аналогию И затем Вступает Билл Клинтон И после этих дебатов После этого После этих дебатов Практически 90% населения Говорили, что Билл Клинтон Выиграет эти выборы И затем Это просто Наросло в геометрической прогрессе Его позиций Потому что Он чувствует Мою боль Вот что он сделал Вот что ему удалось У нас есть вопрос Для вас Да Как Как государственный долг Лично Вас Повлиял на Личному из вас Если он не повлиял Как вы можете Найти лечение И улучшить ситуацию Обычных людей Если у вас нет опыта Как решать Те или иные проблемы Итак Я думаю Что государственный долг Влияет на всех Очевидно Он Умного Связан с Процентными ставками Нет Она сказала Именно вас На вас Как это повлияло Да Как повлиял Государственный долг Влияет на вас Да Конечно Я хочу Чтобы мои Внуки Получили образование Чтобы мы Могли позволить Образование Я думаю Что это очень важная Часть Когда вы Родитель Я может быть Не понял правильно Но То что вы предлагаете Что если у кого-то Есть средства Когда У них есть средства И этот государственный Долг не влияет Может быть Я не совсем понял Вопрос У меня есть друзья Которые потеряли работу Я знаю люди Которые Не могут платить По ипотеке И платить кредит За машину У меня лично Есть определенные проблемы С этим государственным долгом Но как это в вас повлияло Если у вас нет опыта В решении этих вопросов И тогда Как вы можете помочь нам Может быть Она имеет в виду Большую рецессию Экономические проблемы Которые Сталкиваются Страна Мы день провели В Белом доме И то что вы слышите То что я И то что читаете То что читаю я Если вы Соприкасаетесь С теми людьми Которыми я Соприкасаюсь Время от времени Это Я был недавно В одной церкви Это церковь Для афроамериканцев Предместик Вашингтона И Я в бюлитене Прочитал О Беременности Подростков О тех сложностях Которыми сталкиваются Эти семьи И я говорил С родителями Вы знаете Вам необходимо Заботиться Каждый заботится О людях Которые Если у них Какие-то проблемы Я думаю Что это Достаточно Правильно говорить У вас есть Рак Но я не думаю Что говорить Что если у вас этого Рака нет И тогда вы не можете Говорить Если с вами Это лично и произошло Все На всех влияет Этот долг Поскольку это Огромный процент Вы выплачиваете Чтобы покрывать Этот долг Все становится Дорогим И мы должны Платить Из своего Кармана Я из своего Я думаю Что с точки зрения Рецессии Конечно же Чувствуете Когда вы Президент США И поэтому Я стараюсь Что-то сделать Я стараюсь Стимулировать Экспорт Инвестировать Больше В образование Да Спасибо Надеюсь Что я прояснил Этот момент Так А можно Я вас попрошу Еще раз Прокомментировать Вы знаете Людей Которые потеряли Своя работа И я был Губернатором Маленького Штата 12 лет Я знаю Как это Повлияло На меня Каждый год Конгресс И президент Заставляет Нас Делать Больше Вещей И дает Нам Больше Меньше Средств Я вижу Людей В моем Штате Их Налоги Растут И их Прибыль Падает И Хотя Они вроде Постремятся Согратить Налоги Я знаю Что происходит Последние Четыре Года В моем Штате Люди Теряют Свою Работу Я знаю Об этом Когда Закрывается Завод Я знаю Людей По именам И когда Бизнес Банкротит Я знаю Этих Людей Я знаю Здесь Занимаюсь 13 лет И с октября 13 месяцев И люди Как вы По всей Америке Я встречаюсь С ними Люди Которые Потеряли Свою Работу Потеряли Свою Страховку По здравоохранению Я знаю Что вы Говорите Я знаю Государственный Долг Это не единственная Проблема Потому что Америка Не инвестировала Своих людей Потому что Мы Не росли Потому что Мы Снизился Экономический Рост Мы необходимо И с точки зрения Западной платы Мы упали С первого Двенадцатого Места И нет Мы не создаем Новые рабочие места В частном секторе И ситуация Поскольку Мы Просто Не можем Применять Нашу экономическую Теорию Мы занимаемся Теорией Она не приносит Никакого результата Какую же экономическую Теорию Вам нужно Здесь применить Важно Ответь на вопрос Что мы будем делать Нам нужно будет Инвестировать В работу В профессию В образовании Того чтобы сделать Америку Единой страной Да Он хорош Что мы хотим С точки зрения Чтобы изменилось По показателях Муководства В прошлую эпоху Было здорово Когда вы Руководитель Как вы интеллектуал Например Я знаю Что для вас Подходит Делайте То что мы Вам говорим И все Больше и больше Мы Выстраиваем Взаимоотношения Поскольку Что люди говорили О Береге Клинтоне Он чувствует Мою боль Он знает Что я испытываю И его Слоган Основной девиз Его кампании Предвыборной Предвыборной Оставить людей Почувствовать Что они представляют Определенную ценность Я проводил часы В лекциях Своими студентами Разбирая по полочкам Что делал Клинтон И это было Настолько блестяще Это изменило Политиков Америки Навсегда Да Не буду говорить Слишком много В американских Политиках Следующий момент Это Участвовать В сложных Для вас разговорах Что для себя Представляет Трудный разговор Это разговор Который мы знаем Нам необходимо Провести Но мы знаем Что он не пройдет Хорошо Я несколько факторов Представляю Здесь на слайде Который покажет вам Несколько примеров Что из себя представляет Сложный и трудный разговор Но это его суть Это сам разговор Который вы знаете Который вам нужно провести Но он не пойдет По намеченному плану И все Мы пытаемся избегать Этого трудного разговора Почему избегать? Но мы не глупые Мы Мы же не дураки Мы знаем Что он не пойдет Хорошо Есть несколько моментов Которые С которыми С которыми Связан этот трудовой Трудный разговор Лидерство не связано С соревнованием За популярность Большинство людей Избегают сложных вещей Сложных Трудных разговоров А у лидеров Есть смелость Вставать против Этой ситуации Бросать ей вызов И принимать У себя ответственность Есть прекрасная Цитата Моего коллега Из Гарварда Отсутствие конфликта Не есть гармония Это апатия Вы избегаете Сложных разговоров Вы занимает Ту должность Которую вы занимаете Есть масса Причин Которые могут Оправдать Ваше поведение Но Все равно Этого недостаточно Несмотря на Наше Безупречное Оправдание Мы принимаем Свои мужества И участвуем В этом Трудном разговоре Потому что Чем дольше мы откладываем Тем больше Тем хуже станет ситуация История Которую Рассказываю Своим студентам Когда я говорю Завтра утром Вы просыпаетесь Вы принимаете душ И в душе Вы замечаете Вы заменяете Опухоль На своем теле И вам кажется Которую вы никогда Не видели И вы говорите Я пойду к доктору Чтобы с ним поговорить Я очень занят сегодня Очень Трудная неделя Я пойду на следующей И Вы оставляете Это на следующей неделе Знаете, что прозвучит Следующую неделю Больше аллигаторов Больше дел Хорошо Я пойду в следующем месяце И Дни идут за днями Они просто пролетают Огромной череде Так же, как и месяцы И 10 месяцев спустя Вы говорите Своим партнерам У меня это опухоль И я собирался Пойти к доктору Но я был очень занят И ваш партнер Смотрит на вас Ваша супруга Смотрит на вас Как на идиота Вы знаете этот взгляд И она говорит Иди И назначь нас Встречу с доктором Сегодня И вы делайте это Поскольку мы всегда Имеем время У нас есть всегда время Чтобы делать то Что мы хотим Всегда Без исключения Да Если вы захотите Вы сделаете это Мы просто избегаем Вы идете к доктору Доктор вас осматривает И говорит О, это плохо Вы проходите Завете анализы И Он вам говорит Проходите завтра На следующий день Вы приходите И доктор говорит Пожалуйста, приседайте У меня для вас Не очень хорошие новости И доктор говорит вам Это очень сложный момент Но не такой Такой плохой Как то, что говорит вам доктор Когда вы впервые Заметили эту опухоль Десять месяцев назад Вам У вас не возникла Может быть Маленькая мысль Что может быть Надо сходить Доктору И проконсультироваться В ту же секунду Когда вы обнаружили ее Эту опухоль Вы поняли Тут же Что вам нужно пойти И встретиться с доктором Никогда Не дооценивайте Способность Живых существ В жизни в состоянии Отрицания Потому что мы отрицаем Многие вещи И сегодня В течение дня Мы обсудим Что в организациях Что уничтожает их Больше, чем Чтобы это не было другое Это не конфликт Это отсутствие конфликта Умные люди Профессионалы говорят Нет, это не нужное время Это неподходящее время Мы сделаем это потом В конце года Я обязательно займусь этим вопросом У вас всегда есть причина Оправдание Это пятый момент Шестой Это быть настоящим Есть всегда Определенное давление Со стороны организации Есть давление Необходимости Соответствовать Есть ученые Которые занимались этим вопросом Так называемый Соломон Эш Вот одно из его исследований Эксперимент Это не осмотр А просто общественного мнения Это поведение В условиях давления Которые провел Соломон Эш Эксперимент Который вы будете принимать Сегодня Изучает восприятие Темных линий Как вы можете видеть Сегодня Я вам не хочу Чтобы вы изучили Несколько лет Задание Задание очень простое Вы просто смотрите На линию Которая слева Представляете Собрали Какая из этих трех полосок С правой стороны Равно той Которая слева Мы вот в этом порядке Будем Только один из людей В этой группе Является Настоящим исследуемым Это парень В белой майке Остальные Это сотрудники Лаборатории Которые будут давать Некоторые неправильные ответы В некоторых попытках Эксперимент Начинается Начинается с того Что Они начинают давать Свои оценки Вторая Вторая линия Вторая Вторая Третья 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 Но В третьей попытке Что-то происходит Вторая 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 Исследуемый Отрицает То Что он Видит Собственными глазами Потому что Группа Вокруг него С этим Не согласна И В 37 Процентах Контрольных Замеров Мы Образили Определили Что во время Интервью Они Подчиняются Мнению Группы По разным Причинам Первое Первое Наверное Они правы Но их тут Четверо А я один Наверное Они правы Этот Исследуемый Искажает Своё Реальное Восприятие Он Реально Верит В то Что Группа Права Он В меньшинстве А теперь Мы можем Смеяться Над Идиотской Ситуацией Но Мы Все же Подчиняемся Тому Каким образом Мы одеваемся Как мы ходим На обед Как мы встречаемся Работаем По какому-то Протоколу Как мы проверяем Свои Электронные почты По выходным дням Мы все чувствуем Это давление Которое нас оказывает Но лидеры Другие Потому что Лидеры Демонстрируют Свою личность Свою личную силу Пример Этот руководитель Который Мы будем Говорить Он Очень Отличается И он Был Отличался От всех До того Как он стал Богатым Если вы По-английски Попросите Описать Персональные Качества Белла Гейтса Его личные Качества Мы используем Одно Или два Слова Мы по-русски Говорим Ботаник Он такой Какой-то Пришибленный У него Нет социальных Навыков Он не идеален Давайте Я вам Продемонстрирую Кое-что Он ужасный Когда Речь идет О выступлении Перед Аудиторией Вот Смотрите Презентация Он Новую версию Windows 88 Года Выпускает На его Презентацию А там Ужасная Ситуация Произошла Вот Посмотрите Вот вам Билл Гейтс Во всей Красе А Ну вот Смотрите Это вам Новый Совершенно Продукт Который Мы Сейчас Новый Драйвер Загрузим Сюда Посмотрите Здесь Сканер Опа Вот Да Да Ну Наверное Что-то там У нас Не так Пошло Да Ну да Тут Не самое Лучшее Его качество Покажено Он Гениальный Человек Он Гениальный Руководитель Он Смог Революцию Произвести В технологии Майкрософт Под Величайшими Компаниями Но Как Оратор Он Никакой Вообще Вам Не надо Быть Идеальным Для того Чтобы Быть Вдохновляющим Лидером И Вы Не Идеальны Есть Какие-то Вещи В вашем Характере Которые Не очень Хорошие Мы Об этом Еще Поговорим Это Нормально Все Но Вещь Что в том заключается Чтобы знать Свои сильные Стороны И Знать Ваши Слабые Стороны И И Соответственно Играть На ваших Сильных Сторонах Их Использовать Это Очень Очень Важный Вопрос Потому Что То Что мы Называем Сильными Сторонами И Успешные Карьеры Которые Мы Тратим Столько Времени Делая Те Вещи Которые Мы Любим Которые Нам Нравятся И Собственно Ну вот и все Что такое Карьер Это Мы Видим Исследования По поводу Больших И Хороших Карьер Люди Хотят Идти на Работу Хотят Работать А Есть Также Слабые Стороны Мы Знаем Из Исследования Личности И Руководителей Что К Середине Где-то Вам Когда Между Двадцатью И Тридцатью Ваше Личное Качество Касающихся Ну пяти Остальных Переменок Которые Мы можем померить Ваша Личность Уже Сформирована Уже Меняться Не будет Но Если Только Каких-то Серьезных Катастроф Жить Не Происходит Все Двадцати Пяти Годам Вы Это Вы А Теперь Нам Тут По-моему Всем Присутствующим Больше Двадцати Пяти То Есть После Этого Менять Свою Личность Поздно Вы Тот Кто Вы Есть И Вряд Ли Вы Изменились Но Нормально Все Это Нормально А Что Нам Нужно Это То Что Что Между Нашими Сильными Слабыми Сторонами Находится А Это То Что Подлежит Развитию Большое Количество Людей Путают Слабости С тем Что Можно Развить Работа Над Своими Слабостями Это Плохая Идея У вас Ничего Не Получится Вы Просто Потерпите Неудачу Да Ну Наверное Год За Годом Я Знаю Как Это Было Раньше Теперь У меня Чуть Получше Нет Ничего Получится У вас Но Улучшения Не Будет Вы Может Даже Добавить Еще Один Год На Уполнительной Задачи А Вот В Этом Году Все Я Буду Другим Человеком Да Не Будьте Другим Человеком Вы Не Изменитесь Потому Что Слабости Есть Слабости Мой Совет Вам Это Скажите До свидания Просто Своим Слабостям Вы Очень Старые Для этого Слишком Поздно После 20 Но Это Нормальное Явление Нам Не нужны Руководители Которые Являются Идеальными Нам Нужны Настоящие Реальные Руководители Аутентичные Вам Нужно Кое Что Развивать Поэтому Найдите Свои Сильные Стороны И Пару Черт Которых Можно И Нужно Развить И Окружите Себя Людьми Которые Очень Любят Делать Те Вещи Которые Вам Не Нравятся Алсу Знает Вокруг Меня Команда Работает Которые Очень Хорошо Организуют Логистические Вещи Административные Вопросы Мы Об Этим Вчера Вечером Как раз Говорили Это Очень Хорошая Причина Почему У меня Это путешествие Логистика И так далее Поэтому Я нанял Таких Людей Представляете Вы пытаетесь Подражать Биллу Гейтсу Который Отвратительный Оратор Который Замкнутый Закомплексованный Интроверт И В то же время Огромная Компания Которая Находится Ответственности Это Очень тяжело Быть таким Как Билл А вот Теперь Другое Видео Это Второй Человек В команде Это Стив Балмер Это Такой же Билл Гейтс Только номер Два И вот Как он Делает Презентацию На конференции Своей Компании Посмотрите Стив Такой же Как Билл Или Стив Старается Быть Самим Собой Выступление На конференции Компании Ну а Ну, все, на ралли садитесь теперь. У меня для вас четыре слова есть. Я обожаю эту компанию. Стив не пытается подражать Биллу. Он другой. Он громкий, шумный, агрессивный. Что я хочу сказать? Это не то, кто из них прав, кто из них нет, чье поведение лучше, хуже. Они оба очень эффективные руководители. Они делают то же самое в одной и той же компании, в Майкрософт. А просто один поддерживает другого. Нет стиля руководства, который называется правильным. Люди хотят следовать реальным, нормальным людям, а не какому-то безликому, безличному роботу-менеджеру. Проблема здесь в том, чтобы раскрыть свою личность, свое персональное качество. Мы хотим чувствовать себя в безопасности, но дело в том, что лидерство – это взаимоотношения. А взаимоотношения всегда включают в себя уязвимость, где вы должны открыть часть самого себя настоящего. А есть риск того, что это будет не принято, отвергнуто. Ну, тут вот я подведу итог. Прежде чем мы прервемся на обед, мы после обеда продолжим. Но я хочу завершить примером, который для меня является очень вдохновляющим. И я знаю, что для того, чтобы рисковать лично, нужна храбрость. Речь идет о XVI веке. С VIII века, то почти до XVIII века. Доминантная бизнес-модель в Европе была... Это была святейшая католическая церковь. Потрясающая была у них бизнес-модель. Если вы хотите попасть на небеса, говорили они именно, заплатите денежки для того, чтобы вас простили, освободили от ваших грехов. Отличная бизнес-модель. Но в XVI веке императором был Чарльз VI в католической церкви. Но тут появился человек, который сказал, нет, я не согласен. Вы не должны платить деньги для того, чтобы попасть на небо, в рай. Все, что вам нужно, это вера, чтобы попасть в рай. И человека этого звали Мартин Лютер. Он был немцем. И император Чарльз V, он не обрадовался этому делу. Проблема была. И папа римский, Лео X, тоже был не рад этому. И они его пригласили на трибунал. В небольшой городок в Германии, около Гельдельберга. И он стоял там перед самыми богатыми людьми мира в своей простой одежде. И он сказал то, что до сих пор у нас звучит в ушах. Он сказал, это мое мнение. На этом я стою, и я не могу иначе. Это суть лидерства. Это не то, чтобы прятаться, уклоняться от пуль и осколков, и осклонять голову. У нас весь соблазн, конечно, сделать это. Не рисковать. Ну, оставь, не буди лихо, пока тихо. Но роль лидера рискована. Вы можете потерпеть неудачи. Вас могут повредить, убить. Но с Мартином Лютером он отлично знал, что у нее есть вероятность, что ее подвергнут пинктом и убьют, и казнят. Это случалось и до него. Но он встал и сказал то, что сказал. И вот это, на чем я стою. Это я. Это мое. Я стою на двух ногах твердо. Я стою за то, в то я страстно верю. И я готов принять этот риск. Потому что я по-другому не могу. Что происходит в великих успешных организациях, что люди на всех ступеньках иерархии, они борются и отстаивают то, к чему они страстно относятся. Мы можем быть лучше. Мы можем быть качественнее, чем организация. В моей части, в моем подразделении. Я могу сделать все лучше, более эффективно. И они не говорят тому, кто-то там, а вот они должны. Нет. Я буду делать то, во что я верю. И я буду лично сам своим авторитетом добиваться того, чтобы происходило все то, чтобы помогать нам выполнять нашу миссию, нашу функцию. Я надеюсь, что я дал вам определенную пищу для размышлений на перерыв, когда мы придем. У меня здесь есть несколько вопросов для вас, которые я вам задам. И потом мы поговорим на эту тему. Ну, сейчас пришло время обеда. Но что бы я хотел спросить вас, но по мере того, как мы сейчас пойдем пообедаем, пожалуйста, не делайте то, что я говорю. Не устраивайте школьную дискотеку тогда, когда вы сидите. Что там люди делают на соседнем столе? А, то есть, ну, не образовайте маленькие группки людей, которые друг друга знают. Перезнакомьтесь, пожалуйста, со всеми, потому что нам важно коллективное мнение. Если мы хотим успешно поработать, пожалуйста, постарайтесь познакомиться с людьми, которые рядом с вами. В два часа возвращаемся, да? В два часа сюда возвращаемся, и мы потом обсудим вот эти вопросы. Большое вам спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok